доброе утро дорогие друзья сегодня 8 сентября 2015 года вторник с вами Игорь Суздальцев ведущий видео портала трейдеров Utrade TV и мы начинаем программу торговый план начинаем как обычно с новостей московская биржа вчера закрылась такими показателями индекс ммвб вырос на 0,18 процента 1701 в моменте важно психологический уровень 1700 преодолен наверх это хорошо индекс ртс закрылся в минусе 2,2 процента 776 рубль к сожалению вчера уступил и доллару и евро причем доллару 70 копеек 69 12 тоже психологический уровень сожалению в обратную сторону 69 до такой мне не нравится скажем так вот показатель то там уже дорога на 70 открыта да я думаю сегодня и пробьем евро рубль я называю цифры спотовые естественно на томе 77 11 0 81 рубля 81 копейку евро укрепился вчера то есть мы по сути только на ммвб небольшой плюсик показали все остальное не в нашу пользу ну что будем смотреть на дальнейший ход развития событий три новости сегодня центральной цб отозвал лицензию двух банков московский профит банк и смоленский смолевич мы об этом нас предупреждала давно уже александр булгаков который внимательно отслеживает отключения от с бэсп это банковская банковские электронные срочные платежи система центробанка ну и вот так сказать последовали отзывы лицензии причина традиционная за для последнего времени высокорискованная кредитная политика и утрата капитала ну суть понятна раньше зарабатывали на спекуляции валюты на дешевом привлечении средств за рубежом эти два источника для средних и малых банков сейчас закрыты крупняк еще на валюте как-то зарабатывает но сейчас будет тоже немножко труднее потому что решили взяться и за большие банки так например советник путина президента россии владимир путина сергей глазев подготовил доклад о мерах по преодолению эффекта от западных санкций среди предложенных мер внимание ограничение на покупки валютами валюты ярлицами и замораживание цен на ряд товаров вот то есть мы возвращаемся в советский союз там вы знаете валютные спекуляции были запрещены статья была расстрельная кому интересно и расстреливали людей за это при советском союзе если кто-то соскучился советском союзе кто-то кричит да мы социалисты мы за советскую власть и торгуют на финансовом рынке эти люди не правы тут надо выбирать или вы за советский союз или вы торгуете на финансовом рынке вот пожалуйста советский явно так сказать доклад и да причина эффект от западных санкций то есть все равно крым мы говорили что 40 лет как после первой крымской войны 1853 56 годов россия платила 40 лет за крым также и после 2 это на 40 лет это не может закончится быстро в принципе по определению поэтому прямо в честно кстати указывает ряды о мерах по преодолению эффекта от западных санкций чем это плохо тем что конечно если запретят банкам и инвесткомпаниям торговать на финансовых рынках объема российских финансовых рынков упадут в ноль слово бирже можно будет забыть о ну а замораживание цен на ряд товаров это можно забыть о товарах потому что сразу начнется дефицит все хорошее попрячется будут торговаться по тройной цене я жил советское время и не очень год скажем так поэтому очень хорошо эту кухню знаю прекрасно знаю как не жить ну а молодежь конечно будет привыкать и научаться ничего страшного но явно что идет все к тому поэтому о чем это говорит вывод из того что сказал господин глазе форекс форева правительство россии не контролирует форекс она на него не влияет не может ограничить а биржу конечно если это пройдет бирже кирдык и и наконец вот эта красота новость коммерсанте в российских банках началась блокировка счетов с требованием объяснить происхождение денег то есть сейчас разбер например уже несколько фактов там подробно объясняется сбер не выдает деньги пока человек не докажет легальность происхождения средств у меня вопрос они за не застряли ли ваши деньги сбербанки навсегда как 92 98 года я помню историю 92 98 года все началось ровно так же вот ровно с этих же слов поэтому у кого счет сбербанки у меня с тех пор счета сбербанки нет и никогда не будет могу вас заверить вот только там на один раз меня принудили что расчеты только через сбербанк ну хорошо расчеты провели закрыли забыли а сейчас то уж тем более я собственно к тому что те из вас кто через сбербанк торгует тоже поосторожнее начнете торговать деньги замороженные будете разбираться полгода далее коллеги какие что у нас на экономическом календаре смотрим американцы все проснулись после вчерашнего праздника вышли на работу выйдут ранее через восемь часов но из других новостей которые я вижу на которые надо обратить внимание ну вот мне мне что-то ничего в глаза не бросилось то есть получается сегодня торгуем по по наитию но вот единственно в евросоюза за второй квартал 12 часов но может быть стоит посмотреть больше ничего серьезного не вижу ну что коллеги давайте спросим у монете что она видит серьезного игорь кирдишов да именно такая новость да причем ограничить покупку валюты юридическими лицами далее у монеты две стороны buy sell я загадываю сегодня нет зря я вчера не проверил в падении нефти ну зря ну знаешь что то сказать америкосы свое не упустят не оставит я думал просто что европейцы не позволят цене на нефть упасть но нет все позволили и сегодня конечно мой вопрос по нефти монета что делаем вчера ты нас подвела сказала что buy после обеда не было бая после обед монета нефти бренд что делать покупать или продавать вы можете загадать свой финансовый инструмент знаю что некоторым из вас вчера помогла правильное направление указала монета значит можете загадать свой финансовый инструмент через секунду монета скажет нам ответ смотрим buy опять каким-то маниакальным упорством монета buy я buy нефть не буду вы даже не обращайтесь с этой темой я буду искать точку входа для продаж сегодня но санта-класс пишет по евро байда может быть вполне ну что давайте послушаем наших спикеров сегодня у нас день опционов вторник илья коровин трейдер и управляющий активами из калининграда доброе утро доброе утро я как всегда уже буду комментировать чуть-чуть то что вы говорите такая традиция по поводу советского союза и ограничения покупки юрлицами валюты я напомню что эта мера ограничения для юрлиц конкретно покупки валюты существовала у нас достаточно долго и после разрушения советского союза в частности девяносто восьмом году когда я был руководителем фондовой компании когда мы покупали доллары перед кризисом у нас тоже была эта проблема потому что нему не нельзя было юрлицам покупать доллары просто так нужно было заниматься какой-то внешнеэкономической деятельности это называлось покупать подвалютный контракт и поэтому мы находили способы то есть у нас группе компании я работал газпромской структуре у нас было естественно дочка сама газпрома которая торговала и газом и минеральными одобрениями за рубежом и соответственно я загонял деньги туда надо на на нашу головную компанию смогут ли дочкой они помещали загонял по договору материальной помощи возмездной они покупали на и на эти рубли валюту и потом когда мне нужно было продать я им сказал продавайте там через месяц мы правда мы покупали по 6 из месяц продавали там районе 16 вот уже вверх я не дожидался хотел акции покупать и соответственно вот так вот мы выходили из этой ситуации поэтому это не признак советского союза это просто вот есть такая мера которая существовала у нас и уже при ельцине даже почти при путь вот понятно что есть признаки да вот каждый раз когда у нас вводятся некие моменты напоминающие советский союз есть такая рефлексия что сразу же мы полностью советский союз уходим да но надо забывать что советский союз в первую очередь это другие вещи это отношение к собственности да к частной особенное такое скажем да и так далее плановая экономика все это дело вот поэтому я лично не боюсь совершенно из-за того что мы воюем сейчас с америка всеми способами да экономическими пока слава богу в первую очередь я не боюсь вам за советскому союзу я считаю что в принципе мы стратегически делаем все правильно у нас нет другого выхода и уходить из зоны доллара надо в любом случае если мы будем это делать проэтапно то в любом случае мы на правильном стратегическом пути а то что тактика может приносить какие-то неудобства да конечно но на войне как на войне до неудобства на войне это нормально надо к этому привыкать вот вот такой как бы взгляд у меня на ограничения теперь что касается наших опционных дел сейчас открывая рабочий стол самое главное но я и на если для победы этой самой русской идеи надо будет при перестать торговать опционами я готов на эту жертву пойти потому что есть вещи более важные в этой жизни чем живот и это самое и кормежка вот так что найдем способы я думаю торговать чем-то чем-то еще главное чтобы отношение к частной собственности не поменялось и соответственно если это останется будут бирже даже без доллара бирже могут существовать почему мы решили что только с долларом будем торговать на рубли будем торговать с китайцами со всем миром кто не входит в зону доллара и кто будет уходить из зоны доллара будем торговать с китайцами все банки закрыли пор счета как вчера было написано мы же проходили многое уже игре с вами в том числе и 90-е годы и чего мы только не видели было намного хуже я хочу хочу слышать про опционы вот смотрите что у нас с опционами происходит вы проводите советскую политику вы думаете что вы показываете торговый экран на самом деле называете хотите думать что мы показали ну попробую еще раз сейчас сейчас видим хорошо значит мы в прошлый раз немного сбалансировали нашу позицию для того чтобы у нас счет рос и при росте рынка и рост при падении рынка вот уровня 85 таким образом случае падения мы несколько отчасти прибыли отказались но тем не менее падение произошло и все равно мы плюсуем потому что ну какая-то часть прибыли безусловно у нас на случай падения была оставлена в данный момент текущая позиция приносит нам 612 тысяч то есть это новый рекорд вот по всей этой позиции таких цифр у нас еще не было там где-то 550 нас был максимум потом будет 580 вообще 611 в общем-то планомерно мы подрастаем это самое главное осталось у нас неделя до экспирации фактически ровно она будет следующий вторник мы с вами будем как раз встречаться впервые у нас такое мы встречаемся в день прямо экспирации утром а экспирация будет вечером поэтому ну в общем будем практически весь результат уже их знать следующий вторник ну что у нас из вариантов если падение продолжится нам это на руку у нас будет прибыль расти максимальные точки она по-прежнему будет достигать на на уровне 700 по ртс там она достигнет почти миллиона рублей вот сейчас я показываю 611 текущих прибыль если рынок прямо здесь останется на так теоретически до экспирации то будет прибыль 717 примерно тысяч то есть тоже больше чем сейчас если мы пойдем наверх то наша прибыль будет уменьшаться минимальный уровень прибыли будет в районе 85 это четыреста семьдесят пять тысяч примерно ниже уже у нас прибыль не будет но если рынок там не рванет на 10 процентов вниз и на 20 процентов вверх ну и если сильный рост будет вдруг на 95 у нас тоже прибыль в районе 800 тысяч вот такая у нас балансированная позиция если рынок не упадет ниже 700 то никаких рисков по ней за эту неделю у нас нет предстоит то есть просто увидим в какой точке прибыли у нас мы остановимся на экспирацию я спрашивают меня про дельту да буду ли они трали дельту не буду я не трали сейчас я просто посмотрю где закроется меня устраивает диапазон прибыли от 480 грубо говоря до миллиона и я хочу дать рынку возможность просто мне какую-то из этих цифр зафиксировать в любом случае пусть он определяется поэтому с дельта я ничего не делаю я спасибо вас и бросилась в глаза и запомнилась людям на всю жизнь у нас просто сейчас мы особо ничего не делаем поэтому но можем сказать что прибыль 600 тысяч хотим экспирации миллион что-то такое вот в эту тему хотим миллион рублей прибыли на экспирации вот как то так давайте да желание это хорошее хотим миллион рублей прибыли на экспирации нормально звучит по-русски на экспирации да да по-русски на не совсем по-русски конечно сленг допустимый сленг так скажем ясненько я спасибо большое удачи сегодня на рынке спасибо взаимно спасибо друзья с нами был илья коровин трейдер и управляющий активами из калининграда андрей анохин трейдер акционами из челябинска скажите нам как ваш чувствует себя ваш портфель какие мысли по сегодняшнему дню доброе утро сейчас секундочку секундочку хорошо зовут говорю меня не андрей зовут меня алексей ой сори 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 алексей ну по моей позиции сегодня все просто то есть мы ничего не делаем просто ждем экспирации в текущий момент 12 с небольшим процентов прибыли к экспирации если рынок останется на месте то чуть-чуть подтаем до 11 процентов но в принципе прибыль устраивает поэтому никаких действий не производим все просто я понял алексей но самое главное я челябинск не ошибся а то бы суровые челябинские парни могли обидеться вопрос такой сзади вас висит флаг я извиняюсь за свое так сказать невежество в области флагознания что за флаг это андреевский флаг морской флаг военно-морского флота служил я просто на флоте а там разве андреевский флаг поднимается или больше традиция естественно поднимается но он официальный флаг у нас или как бы чисто традиция традиция такая да вроде официальный везде он такой просто на гвардейских вой этих войсковых частях под этим флагом еще изображение гвардейской ленты то есть я служил на крейсере москва часть гвардейская и у меня даже без козырка ними есть черная ленточка а как георгиевская лента черно-оранжевые полосы они я вам не верю покажите сейчас принесу давайте ждем господа если у алексея анохина из клябинска без козырка с георгиевской ленточки александр булгаков напиши вы пишите он уже давно андреевский про флаг мне скажите он но поскольку александр булгаков у нас капитан из санкт-петербурга официальный андреевский флаг в мф россии традиция просто 1 января 2001 года знамя в мф российской федерации понял о черноморский флот ясненько все спасибо алексей супер супер на каком на каком корабле служили если не военная тайна крейсер москва крейсер москва он по моему ракетный у нас да официально гвардейский ракетный крейсер москва ну отлично спасибо большое алексей удачи сегодня на рынке желаем чтобы все все планы опционные сбылись вам тоже удачи торгуйте опционами друзья ну вот тоже хорошая позиция ничего не меняем ждем экспирации и поэтому портфелю алексей анохина антонио трейдер опционами из москвы сейчас находится в дальнем подмосковье 14 километров от мкада и звук доходит от нас со скоростью черепахи секунд вот дошел только звук приветствуем вас антонио раз-раз-раз микрофон задергался значит меня слышно да уже слышим интернет барахлит как-то я в любой момент могу пропасть у меня тоже вот эта позиция которую я делал след за ильей до сих пор я не стою хотя она у меня была более рискованная я попробую делать демонстрацию давай давай так но опять опять нужно загружать но если успеет подгружать да она сейчас загружается посылочки как добавлено chrome после этого что я должен нажать кнопку отеля да да попробуй давайте вот 14 километров от мкада это как 140 световых лет во вселенной это равные расстояния для интернет то есть откуда-нибудь планеты альфа центавра интернет добегает за то же время еще раз нажимаю поделиться альфа центавра созвездие ну что идет подключение что вы и близко еще не то написано идет подключение но вы можете говорить она сейчас появится да я уже говорю да ну значит я говорю что она у меня была более рискованной на на семидесятом крае на 75 поэтому когда у нас рынок сильно падал мне пришлось очень тут активно фьючерсами сначала их продавать судорожно потом откупать поэтому я много прибыли растерял он тем не менее пока еще стою в позицию видно сейчас на экран профиль да да видно хорошо да вот красная линия видите сейчас она мне показывает 87000 это текущая прибыль а всего месяц назад мне эта позиция уже давала почти 200000 когда это было лучше но тем не менее сейчас если вот опять же стою до последнего если мы достоим на каких-то уровнях ближайших сильно никуда-то не пойдем то здесь максимум прибыли здесь 400 около 400 тысяч от этой максимальной точки 450 примерно вот но для меня только самое страшное это сильное падение ниже примерно 72 то есть если мы опять сходим с тем предельным значением которые будут две недели назад то будет тяжело во всех остальных случаях более-менее нормально вот такие дела по этой позиции ясненько антонио хорошего спасибо вам большое удачи сегодня до свидания друзья с нами был антонио трейдер из москвы давайте послушаем андрея крутецкого трейдера из москвы как он видит сегодняшний рынок а я кстати сообщу что павел давыдов спрашивает когда эфир с ильей вопросы ему задавать в четверг в 13.00 пожалуйста все вопросы можно подготовить для льда ильи в том числе я вижу здесь вопросы как у него учиться и так далее повторяю коллеги в четверг 13.00 все вопросы заходите приходите на эту передачу и на все вопросы илья коровин сам ответит чтобы я не ни в коем случае не передавал не пересказывал так хорошо и гор спрашивает антонио какой суммой вы в этой позиции работаете напишите пожалуйста и гора антонио так андрей крутецкий видим ваш экран а ваш самого пока не видим но можем начинать говорить слушаем вас здравствуйте друзья слышите меня слышим хорошо прекрасно как всегда начнем наши три инструмента начнем на четырех часах как мы раньше говорили что следует четко наблюдать за уровнем в районе 12.00 что у нас произошло да мы говорим про евро доллар это евро доллар это спот да мы на импульсе прошли вниз этот уровень закрепились и у нас произошел технический возврат 12.00 район 12.00 что же сейчас следует делать нам следует дождаться какого-то объема на этом уровне и отследить за ходной импульс который пробьет уровень поддержки в случае возврата к этому уровню мы будем формировать дополнительную позицию с расторговка вниз желательно чтобы мы конечно пошли след за продавцом более крупным я по рублю давайте рубль опять же начинаем с четырех часов мы отслеживаем значимый уровень видим что зеркально нам отыграли вниз этот уровень и образовался так называемый баланс балансная среда что же следует отслеживать на данном этапе мы видим что на импульсе рассмотрим на части мы пробили уровень в районе 68 37 ну где-то 40 и сейчас к нему возвратились что следует здесь сделать ожидать покупателя и вместе с покупателем как мы планируем формировать позицию на покупку на покупку чего доллара на покупку доллара на покупку доллара будет в районе наших краев то есть 71 36 вот где-то так вот такую позицию мы рассматриваем ясненько спасибо вот можно некоторый анонс сделать Игорь да да одна минутка у нас есть 30 секунд буквально значит сегодня в 13 часов мы встречаемся на очередной передаче по психологии рынка значит что мы там сделаем мы сделаем некоторый как это сказать аукцион что ли вот что мы рассмотрим мы предложим одно льготное место на наш курс по психологии финансового рынка значит желающий кто хочет это одно место которое я могу предложить по льготным условиям для этого следует пройти на наш на нашу страничку в контакте сейчас я более крупным планом дам вот и в личку в личку мне скинуть свой запрос на участие в тренинге вот просмотреть анонс нашего курса здесь показано как мы работаем в индивидуальном порядке для составления алгоритма торговли вот и желающие в прямом эфире будут отобраны вот и в наших передачах мы будем освещать как вот человек как сказать с нуля начиная тренинг тренинг вот будет продвигаться так сказать в профессиональном плане и мы это будем освещать на каждой нашей передаче я вот такое предложение у нас отличное предложение принимается сегодня в 13.00 все это сделаем спасибо всего доброго до встречи спасибо удачи коллеги это был Андрей Крутецкий Москва если вы остановите демонстрацию рабочего стола она остановится ну что коллеги всем удачи сегодня на рынке рынки открылись до свидания удачи